Здравствуйте, уважаемые зрители канала Заметки Нумизмата! Продолжаем с вами разговор о формировании коллекции и, наверное, у каждого думизмата, как мы уже и в других выпусках говорили, практически про каждую, наверное, монету, которая у него в коллекции осталась, закрепилась, заняла постоянное место, может быть целый рассказ. История этой монеты, как она появилась, чем она зацепила, потому что зачастую проходит большое количество однотипных монет, но какая-то одна в результате ложится в коллекцию, она чем-то цена, памятна, может быть, она обладает выдающимся состоянием, всегда это разное. Иногда сама история появления монет необычна, и очередную такую историю про монету из своей коллекции я сегодня вам и расскажу. История эта произошла более десяти лет назад, уж точнее не помню. Тогда я, по сути, только начал заново формировать свою коллекцию, которая существовала с детства, претерпела, наверное, численные разорения, и вот, наконец-то я заново серьезно начал ее пополнять. На тот момент источников пополнения было много, в том числе и многочисленные искатели монет, которые с помощью металлоискателей и других средств находили, приводили в порядок, предлагали. И совершенно случайно через интернет я ознакомлюсь с человеком, который буквально говорит о том, что целый ряд монет он нашел у себя на огороде. Встретились, познакомились, человек действительно предложил мне около десяти медных монет, причем очень разноплановых, от копеек Павла I до полукопейки Николая II. Там были монеты и Александра I, и Николая I. В общем, самые-самые разнообразные монеты. Заговорились мы о цене, весьма невысокой, и монеты эти я приобрел. Причем, многие монеты были в неплохом состоянии, как объяснил нашедший их человек, почва у него в дачном товариществе сверху плодородная, а снизу слой песка и глины. Вот именно в прослойке песка многие монеты находились, имели отдельные царапины, но в целом были весьма приличным, приемлемым состоянием. И уже мы прощались и завершали нашу встречу. Монеты перекочевали мне, денежки нашедшему. Как он вспомнил, что да, еще же три монетки у соседки, буквально вот на днях тоже нашел, и отдал мне эти три монеты с какой-то небольшой доплатой. И даже извинился, извини, не царские. Были там монеты советского времени. С этими своими новыми приобретениями буквально день спустя оказался я в гостях у одного уважаемого коллекционера, которому хотел похвастаться пополнением своей коллекции, ну и обсудить, может быть, что-то оставить, что-то заменить, а что-то выкинуть или подарить кому-то, если монеты уж совсем в плохом состоянии. Пересмотрели мы приобретенные десять имперских монет. Некоторые мне посоветовали оставить в коллекции, а от остальных постепенно избавляться, заменять на лучшие. И, наконец, так же, как и мне, достаю я из кармана три остапщика. С словами, эти не царские, но для коллекции тоже, наверное, сгодятся. Ведь могут быть там разные периоды, и советские тоже. К слову, я тогда монеты советского периода еще и не собирал даже. И тот коллекционер говорит мне, а вот эту монету давай прямо сейчас у тебя куплю. И меня такой подход очень удивил. Что же он увидел в простой, казалось бы, советской монете из земли, грязной, хоть и не черной, как очень часто попадаются монеты. Я тогда продавать ее отказался, хоть и предложили мне за нее немалые деньги, 600 рублей. Значительная часть от того, что я потратил на приобретение всех этих монет. Цены были тогда такие, монеты стоили не очень дорого. И вдруг 600 рублей за какую-то советскую медяшку. Лишь позже, посмотрев уже в справочниках, почитав немножечко статьи, подел я, что в руки мои попала вот такая замечательная монета. Полукопейка советского времени, причем самого редкого, 1928 года. Да еще из глинистой почвы оказалась она в совершенно замечательном состоянии. Ее потребовалось лишь чуть-чуть отмыть от грязи. И она в таком шоколадном виде. И сейчас уже больше 10 лет украшает мою коллекцию. Как бывает неожиданно, монеты в коллекцию попадают и остаются в ней, надеюсь, уже навсегда. Да, радуя владельца, вот и вам, уважаемые зрители, желаю побольше радости от коллекционирования, побольше удачи, чтобы интересные монеты к вам приходили и в коллекции у вас оставались истинным украшением. Удачного вам пополнения вашей коллекции. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok